По поводу управления реальностью написано много книжек, всяких теорий густых и всего остального, но по факту какой-то четкой картинки до определенного времени у меня не формировалось. Пришлось ее придумать самому. Собственно, хочу поделиться тем, как это работает, и особенно для тех, кто не особенно в это верит, и не особенно билет иного внимания. Смотрите, с такой технической точки зрения подойдем к этому вопросу. Каким образом это происходит? И что мы вообще воспринимаем? Человек воспринимает, то есть он видит некий внешний мир и думает, что это что-то отдельное от него. И думает, что оно существует в принципе, вот такое, как он это воспринимает. Но по факту все, что мы можем воспринимать, это поток вибраций разной частоты. То есть, допустим, зрительное восприятие воспринимает один пласт вибраций, осязание другой, слуховой третий и так далее. То есть просто есть некий диапазон вибраций от нуля до бесконечности, часть из которых, допустим, воспринимает человек. Допустим, вот там идут, там начались где-нибудь здесь рентгеновские волны, здесь ультразвук, здесь там еще что-то. Человек воспринимает, допустим, узкий пласт это зрение, другой узкий пласт это звук, другой узкий пласт это осязание, другой узкий пласт это... Какие у нас еще что-то есть? Ну, то есть понятная идея, да? То есть есть некий... То есть, допустим, блютуз и радиоволны человек не воспринимает. Там рентгеновские излучения тоже не воспринимает. То есть картина сама по себе, она более целостная, чем человек видит. Но человек видит маленькие кусочки того, что он воспринимает своими органами восприятия и считает, что вот эта вот реальность это и есть. Хотя на самом деле все, что можно понять об окружающем мире, то, что это некая энергия и некий океан вибраций, в который человек погружен и в который человек воспринимает. То есть объективного мира, как такового, который мы воспринимаем, в неком абсолюте его нет. То есть он есть некая гораздо более широкая картина, нежели то, что мы воспринимаем. Соответственно, к чему я все это говорю? К тому, что современное общество не признает идеи того, что человек, воспринимающий эти вибрации, этот мир каким-то образом влияет на эти вибрации. Я сказал, он влияет не только какими-то своими действиями, а влияет именно на своем состоянии. Собственно, про это как раз хотел бы сегодня поговорить. И об этом как раз по большому счету идея всех предыдущих медитаций и всего остального. Что внутреннее состояние человека зависит от... реальность человека зависит от внутреннего состояния. То есть то, как человек себя ощущает внутри, его внутренний мир, его внутренняя территория, она определяет то, какой будет его реальность. То есть вот в этом идея. Соответственно, часто у человека все перевернуто. К примеру, он видит какую-то картинку снаружи, находится в какой-то реальности. И исходя из этой реальности у него формируется состояние. То есть, к примеру, на улице плохая погода, у него состояние плохое, он там видит что-то, что его не устраивает, а состояние снова плохое. И получается замкнутый круг, в котором находится большинство людей, того формата, что человек видит, что снаружи его не устраивает, внутри формируется состояние, откликающееся на то, что его не устраивает в реальности, и из этого состояния формируется новая реальность, которая не устраивает еще больше. Собственно, вот эта идея каких-то вот таких вот депрессий, там чего-то еще, когда человек просто по некой нисходящей спирали начинает двигаться вниз в сторону какого-то негатива. Каким образом вообще в целом это меняется? То, что если мы находимся, проводя утренние медитации, как-то приводя себя в гармоничное состояние по утрам, мы можем формировать ту реальность, которую мы хотим формировать. Для скептиков и физиков, да, и людей, которые учат подтверждение техническое этим вещам, как это работает, из того, что я знаю, наиболее близко к этому подошли расстановки по Хеллингеру. Вы знаете такую штуку в психологии? Кто не знает, вкратце расскажу. То есть берется несколько человек, помещается в какую-то комнату, в какое-то пространство. Есть ведущий расстановки и заказчик расстановки. Ведущий расстановки предлагает заказчику расстановки расставить какую-то ситуацию из его жизни. Допустим, у него проблемы у мамы и папы, и между им мамой и папой какие-то взаимодействия. Ведущий расстановки предлагает заказчику расстановки взять из сидящих в зале людей каких-то людей, которых он считает наиболее близко подходящими к этой задаче, и сказать, допустим, Вася, ты будешь моим папой, Лена, ты будешь моей мамой, Пете, ты будешь мной. И он расставляет этих людей в комнате таким образом, как ему заблагорассудится. И дальше идея в том, дальше происходит удивительное явление, которое современная наука объяснить никаким образом не может на данный момент. То, что когда все, и заказчики, и ведущие, и все остальные садятся, кроме вот тех людей, которых поставили, и людям предлагают вести себя так, как вот они чувствуют, что они хотят делать, они каким-то образом подхватывают то состояние, вот ту вот какую-то энергию, которую транслирует заказчик расстановки, и начинают вести себя так, как вели бы его родители, и он сам в этой ситуации. И через это как раз решаются многие психологические проблемы. То есть, допустим, у человека плохие отношения к родителям, и эти два человека, которые расставлены, как его мама и папа, начинают друг с другом ругаться, как-то друг от друга отходить. И человек начинает колбасить, потому что он видит, что эта ситуация, она не во внешнем мире, не во внешнем мире его родителей, которые независимы от него, а он несет ее с собой, и он транслирует вот это все состояние и это взаимодействие. То есть, расстановки немножко не об этом, они скорее о том, как решить эти проблемы. Но сам инструмент и само явление, которое показывает, что человек транслирует из себя некие вибрации, некие поля, которые другие люди подхватывают и действуют так, как ему будет наиболее полезно. Полезно не в плане вкусно и хорошо, а полезно в плане его собственного развития. То есть, идея настолько хитрая, что даже если мы возьмем человека, который внутри не меняется, а лишим его всех его родственников, всего его окружения, поместим куда-нибудь там в новое место, к новым людям, при условии, что он не изменился внутри, то через полгода он воспроизведет себе все те же роли, которые были у него в его жизни. То есть, если у него, к примеру, проблемы в отношениях, то он найдет себе нового человека, который также будет кошмарить в его отношениях. Он найдет себе людей, которые заменяют, он выполняет функцию его родителей, кто-то выполняет роль отца, кто-то роль матери, и будут те же конфликты, и все будет то же самое. Почему? Потому что человек перевез это состояние с собой. Как говорят, что нет смысла куда-то эмигрировать, куда-то уезжать, потому что куда бы вы ни приехали, вы берете с собой себя. Тут вот момент очень важный в том плане, что вы берете с собой не только себя, но и свою реальность, которую вы будете воспроизводить везде. Поэтому правильное движение в плане изменить своей жизни, оно изнутри, а не снаружи. То есть, первично внутреннее состояние. Есть такая идея, что обстоятельства не имеют значения, только внутреннее состояние имеет значение. То есть, где бы вы ни находились сейчас, какая бы ни была жизненная ситуация, если у вас внутреннее состояние сбалансировано, и вы это отслеживаете, вы как-то там по утрам проводите, какие-то медитации, какое-то гармоничное состояние приходите. В течение дня вы отслеживаете, каково мое состояние, если я знаю, что моя реальность формируется на основе этого состояния. Если внутри у вас все ровно и в порядке, и внешняя реальность, которая формируется, не задействует, не влияет на ваше внутреннее состояние, или хотя бы вы это отслеживаете, то ваша реальность начнет меняться. Меняться в соответствии с тем, какое у вас внутреннее состояние. Причем это часто происходит очень быстро. Недавно разговаривал с человеком и говорю, пиши, каждое утро я молодец, потому что это полезно, это повышает самооценку. А он мне говорит, я не молодец, потому что я ищу новую работу. Когда я найду новую работу, тогда я буду молодец. То есть это наиболее популярная концепция ориентации на внешний мир. То, что человек ждет от внешнего мира, что что-то произойдет, тогда он будет доволен, тогда он будет внутри в спокойствии, в гармонии. Хотя по факту правильное действие было бы сначала внутри признать, что я молодец, признать, что я там, где я хочу находиться, и после этого новая работа найдется быстрее. То есть вот в этом идея, а большинство людей получается... То есть эта идея относительно современной концепции научной, она как бы с ног на голову все переворачивает. Что сначала нужно перейти в состояние, а потом будет снаружи реальность. А по факту люди действуют наоборот. Они ждут, когда во внешнем мире появится что-то, и они будут доволен. То же самое, что стоять перед зеркалом и ждать, когда ваше отражение вам улыбнется первым. Только потом вы будете улыбаться. Так, ну, еще момент по поводу небольшого примера. То есть каким образом это происходит? К примеру, вот часто фильм «Секрет», там, да, все это. То есть упрощенная модель всего этого, да, которая там не отражает полностью всего того, что нужно. К примеру, вот часто люди там говорят, вот, представляете себе машину какую-то, да, там, как я буду ездить на ней. То есть это все здорово, но здесь не хватает небольшой части. То есть, к примеру, если человек хочет собственную машину, да, то есть все, что он делает, он там повесил на стене эту бумажку, тоже, кстати, здорово, и представляет, что он рулит этой машиной. Но в жизни, когда появляются какие-то возможности, которые, когда реально начинают меняться в сторону предоставления ему возможностей, это сделать, он им не пользуется, потому что он считает, что у него еще там нет соответствующего состояния, нет соответствующей финансовой ситуации, допустим. И вот пример, то есть если человек хочет купить машину и просто о ней думает, то ничего не произойдет. Как бы он ни визуализировался, ничего не произойдет. Но если же он, к примеру, хотя бы сделал минимальные действия в этом направлении и пошел, записался на тест-драйв и поездил, да, то это уже сильно изменяет. Вот пример недавно был на тест-драйве, просто там буквально получасовое нахождение в новой машине меняет восприятие просто кардинально. То есть просто ты в неком измененном состоянии сознания после этого находишься, когда едешь обратно домой с автосалона. То же самое у меня было год назад, когда я первый раз задумался вообще о том, что было бы прикольно сменить машину, и не было на тот момент даже понимания того, как это будет происходить. Просто я думал, блин, было бы прикольно. И что я сделал? Я зашел на автору и посмотрел, какие есть варианты. Ну, естественно, я сразу позвонил, говорю, а можно посмотреть? И в итоге, то есть не имея на тот момент ни денег, ни чего, чтобы это сделать, я приблизил эту реальность. То есть мне дали, на первой же машине мне не то, что там дали, мне тоже дали поездить, я минут 30 по городу на ней ездил. И после этого, да, вот выйдя из этого состояния, я, во-первых, помнил уже, каково это состояние, когда ты ездишь конкретно на той машине, которая тебе нужна. Ну, и ты как бы понимаешь, да, что реальность уже начала меняться. Хотя ты для этого еще ничего не заплатил, ничего не сделал. Но вот эти шаги в сторону того, что вы хотите сделать, очень важны. То есть, допустим, вы хотите стать архитектором, допустим. Вот сидит человек, хочет стать архитектором, у него такая мечта. Всем друзьям рассказал, хочу стать архитектором. Но те возможности, которые у него появляются, он не использует. К примеру, там он работает где-то на работе, где бывают архитекторы, у него даже не хватает идей о том, чтобы просто подойти к такому человеку, который уже находится в этой реальности, просто с ним пообщаться. Слушай, а я вот хочу стать архитектором, а как это вообще есть-то? А как можно к тебе прийти посмотреть? То есть, каким-то образом взять, тут же приблизить ту реальность, в которую ты хочешь попасть прямо сейчас. С домом то же самое. Когда год назад переезжал в новый дом, тоже такая же идея. То есть, просьбом, а давай посмотрю, какие вообще бывают дома. И просто проехал, посмотрел. И просто вот сам факт, это когда делаешь вид, что ты как бы начал двигаться в этом направлении, то начнут происходить какие-то интересные вещи. То есть, это идея концентрации. Вспомнил визуализации, когда человек что-то там в голове представляет, он действует в этом направлении прямо сейчас. И когда он это делает, происходит действительно изменение реальности, происходит какие-то события, которые позволяют ему эту реальность изменить довольно быстро. Вот, собственно, эта идея по поводу концентрации визуализации и по поводу состояния. Если есть какие-то вопросы по состоянию, по концентрации визуализации, расскажите. Ну, так вкратце, такой экспресс-курс по формированию реальности, я думаю, был полезен. По заданию на сегодня, коль скоро у нас с Леной традиционно напоминал как раз 30 минут, раз 30 минут, заведя будильник, подумайте о том, какое у вас состояние сейчас и соответствует ли оно той реальности, в которую вы хотите прийти. То есть, если вы чувствуете раздражение, чувствуете какое-то недовольство, когда звонит будильник, то вы понимаете, что это состояние приведет к вас к еще большему раздражению и недовольству в будущем. Соответственно, отслеживайте и примите ту идею, что состояние первично. То есть, какие бы ни были обстоятельства, что бы ни происходило снаружи, если у вас состояние то, какое вам нравится, то оно и будет таким, каким вам нравится. И реальность постепенно будет меняться в соответствии с вашим внутренним состоянием. Так, ну что, если вопросов нет, то какие-то оставшиеся вопросы вы можете написать в комментариях к посту по поводу сегодняшнего вебинара. А так, напоминаю еще раз, раз 30 минут сегодня вспоминайте, что за состояние, потому что ваше состояние формирует вашу реальность. Ну что, всем спасибо большое, всем хорошего дня. И имейте то состояние, в которое вы хотите прийти, потому что ваше сегодняшнее состояние – это ваша завтрашенная реальность. Всем хорошего дня. Спасибо. Спасибо.